И о том, что сегодня в Мариуполе, узнаем от Эльвина Ситбулаева. Она с нами на связи. Эля, здравствуй. Скажи, боевики продолжают переброску техники к окраинам города? Да, Наталья, боевики продолжают перебрасывать технику и вооружение на окраину Мариуполя за последние сутки. Это уже за последние сутки. Со стороны Федоровья Ростовской области на территорию Новоазовского района вошли две колонны автомобилей, сообщают в информационном председатель СНБО. Это и грузовики, и автобусы, и бензовозы. В каждой колонне по 10 машин. Российская техника. Уже в селе Широкино. Это 20 километров от самого Мариуполя, а в северу от направления Новоазовск-Мариуполь. Заехали более тысячи боевиков. Наши вискослужбовцы, сборные силы Украины, Национальные гвардии, готовы до развертания будь-яких событий и, с гидностью, готовы дать висичь будь-якому агрессору. Силы и заслуги для этого нас полностью встачают. Неспокойно было и накануне. В центре Мариуполя неизвестно атаковали колонну украинских военных. Очевидцы говорят, у дороги стоял Ланос, а когда начала двигаться наша техника, раздался взрыв. Автомобиль загорелся и буквально разлетелся на кусочки. На месте правоохранителя обнаружили следы тротила. Никто не пострадал. В машине были напичканы и мины, и снаряды. Мины и снаряды не взлетонировали диверсанты. Возможно, это местные жители, те, которые хотят видеть здесь ДНР, те, которые хотят, чтобы Мариуполь был пророссийским городом. Проводится расследование. Постраждалок среди украинских висковослужбовцев нема. Сила АТО, за допомогой мережи блокпостов, опорных та спостережных пунктов, забезпечить безопасность Приморского города. Как сообщили в Службе безопасности Украины, ее сотрудники задержали террориста ДНР по прозвищу Осетин. По данным СБУ, он по заданию боевиков готовил диверсии в зоне АТО. Известно, что с мая Осетин входил в так называемую группировку Чечена. Наталья. Спасибо, Эльвина. Эльвина Сигулаева из Мариуполя.